Приветствую всех слушателей, я Татьяна Юрова, это проект Путь от новичка до топ-лидера. И сегодня со мной на связи топ-лидер компании LR, и он ответит на многие вопросы, например, чему может научиться его бизнес, с чего начать работу новичку, как выстроить свою работу. На эти и многие другие вопросы он сегодня мне ответит. Итак, со мной на связи Сергей Мартынец. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Сергей, вот приведите, пожалуйста, со мной и с нашими слушателями. Какая была ваша жизнь до знакомства с сетевым бизнесом? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за этот проект. Мне кажется, что самое главное – это истории в нашем бизнесе, потому что благодаря историям мы ассоциируем себя с этими историями. Я, по крайней мере, пришел в этот бизнес благодаря историям. Поэтому вы делаете правильное дело, и мне очень приятно, что все больше и больше людей присоединяется в наш бизнес. Ну, а что касается меня, как я пришел в бизнес, ну, у меня не могу сказать, что какая-то была такая суперинтересная история прихода в бизнес. Она типичная, предложил мой друг хороший, которого я уважал. Я до этого, в принципе, жил довольно-таки интересной жизнью, нескучной. И, ну, ничего такого суперинтересного. Знаете, как часто бывает, что вот я жил так плохо, неинтересно, скучно, а тут сетевой маркетинг, я все тут поменял. Нет, я работал барменом, успевающим барменом. Я в свое время, на самом деле, увлекся. Немножко увлекся подработкой это была, но через какое-то время я преуспел в этом деле. И когда мне предложили, в 2009 году первый раз мне предложили сетевой маркетинг, ну, не первый раз, но первый раз я его рассмотрел. Да, конечно же, мне предлагали, начиная там, наверное, со школы, с института, что-то подобное. Я всегда отмахивался, отнекивался, потому что я считал, что это что-то несерьезное. Вот, предложил мне мой хороший друг, с которым мы учились в аспирантуре. На то время у меня была школа барменов своя. Я был востребованным барменом. В 2008 году я стал чемпионом Украины по флейрингу. Ну, флейринг – это такое кидание бутылок. Я думаю, многие видели, как это делается. Я шел 8 лет, да, потому что, когда я просто приехал в большой город с небольшого села, то я искал любую подработку. Я учился в институте и параллельно, конечно, подрабатывал везде, где только мог. И на стройках, и расклеивал объявления, ну, и так далее. И работа барменом для меня стала чем-то вот очень таким интересным. Это меня начало развивать. Я стал более коммуникабельным. Но со временем я понял, что надо становиться лучшим в своей сфере. И действительно, я к этому шел. Многие знакомые, многие друзья уехали за границу. Я в какой-то момент действительно хотел уезжать за границу. У меня есть друзья, которые живут, работают в Лас-Вегасе. Кто-то живет, работает на Гоа, кто-то на Бали, ну и так далее. Это действительно, ну, была моя цель, моя мечта. Но потом какой-то все-таки, чем старше я становился, как-то патриотизм какой-то просыпался. Я понял, что не особо мне уже хочется куда-то ехать. Хотелось бы остаться, наверное, здесь, в родной стране, где мои друзья, где мои родители, ну и, скажем так, мои корни. Поэтому вот познакомился я просто. Мой хороший друг позвонил, как всегда сказал, что есть деловое предложение. Я сказал, приезжай ко мне в школу. Как он потом признался, ему было очень тяжело меня пригласить, потому что я был успешным барменом. На то время зарабатывал хорошие деньги, и он полчаса стоял, сидел, вернее, в машине под моей школой и боялся меня вызвать. Да, потому что мы договорились, что я выйду, потому что там у нас не получилось бы поговорить. Ну, я вышел, он мне нарисовал традиционные кружочки. Я, конечно же, сказал, я все это понимаю, все знаю. Саша, я этим заниматься не буду. Что мне сделать? Купить что-то или зарегистрироваться где-то? Как я могу тебе помочь? И вот он тогда сказал такую очень мудрую вещь. Он сказал, Сергей, мне ничего не нужно от тебя, я просто хочу, чтобы ты в этом деле разобрался. Я говорю, каким образом разобраться? Он сказал, вот тебе диск, на котором есть аудиозапись, послушай ее. И дал мне еще папку, которую я положил на полочку и в течение недели ее даже не открывал. Так часто бывает, мы даем людям какую-то информацию, но все разные. И, допустим, если я усваиваю хорошо аудиоинформацию, то есть некоторые люди, которым проще что-то почитать. Но он подошел разумно, он дал ей аудио и почитать. Таким образом, я прослушал диск. Это была запись из тренинга одного. Она меня очень сильно зацепила. И я потом через неделю сказал, Саша, я хочу, чтобы ты мне записал подобных каких-то вещей. Он сказал, у меня полно чего-то подобного, развивающего. И он мне записал несколько аудиокниг. Одна из них это был Бодо Шефер, ваш первый миллион за 7 лет. И вторая это была книга Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока». И вы знаете, вот эти книги, они мне, ну, скажем так, поменяли, наверное, мышление очень за короткое время. Потому что я понимал, мы работали на выездных мероприятиях, работали для очень богатых людей. Я видел, как они живут, я был у них в домах. И я понимал, что они делают что-то другое. Да, но будучи барменом, я развивался только в этом направлении. И меня поразило, что даже мои ученики, многие на то время уже знали, что есть такой Роберт Киосаки, что у него есть книга «Богатый папа, бедный папа». Многие даже читали ее. А мне было, честно признаюсь, немножко даже стыдновато, потому что я не читал. Я слышал, что есть такая книга, но я ее не читал. Таким образом, я подключился в ту компанию. Это была крупная американская компания. Мы начали что-то делать. У нас, конечно же, ничего не получалось. И за 4 года, даже чуть более 4 лет, я посетил большое количество семинаров, прочитал большое количество книг. И не было, в принципе, результата какого-то серьезного. И тогда вот был у меня переломный момент, когда мне пришлось винить компанию. Вот, собственно, в следующей компании, в которой я сейчас, это немецкая компания, я смог преуспеть. Вот, собственно, вот так. А вот, Сергей, поделитесь, с какими трудностями вам пришлось столкнуться на пути к своим первым карьерным целям, да, вот на первой и второй вашей компании. Как вы с этими трудностями справлялись? Ну, я думаю, самые главные трудности мы создаем себе сами. Да, то есть это обычно возникают какие-то проблемы в голове. Проблемы, я имею в виду, нет веры, опускаются руки, нет мотивации. И вот с этими проблемами, мне кажется, тяжелее всего бороться. Потому что, конечно, то, что там друзья говорили, это ерунда. То, что там моя жена сначала, знаете, как было, я ехал на презентацию вместе с ней. Она меня высаживала, она меня водит в машину и ехала с подругами пить кофе. А я в этот момент шел на еженедельную презентацию и обучение. Мне, конечно, было очень неприятно. Я хотел, чтобы она была рядом на семинарах. Да, она была со мной, но буквально через неделю и все. Она уже не была моим партнером. Вот так вот. Поэтому самая большая проблема, наверное, работа над собой. Работа, ну, скажем так, над своей дисциплиной, над своей верой. Для этого, конечно, нужно много всего. Первое, конечно, нужно понимать вообще, что за индустрия у нас. А что за сетевой маркетинг? Для этого нужно изучить ее. Да, я сейчас вижу, как многие новички, ну, даже не особо новички, а люди, которые работают в финансовых пирамидах, да, или в каких-то завуалированных пирамидах. Они даже не знают, что есть ассоциация прямых продаж, да, в которую входят там компании. Что есть рейтинги, что нормальные компании не то, что сами платят налоги, а их партнеры, которые зарабатывают деньги, тоже обязаны платить налоги. И, как бы, очень много моментов я узнавал из книг, я узнавал из семинаров. И мне кажется, что вот, ну, я не буду выделять другие трудности. Основные – это, конечно, работа над собой. Работа над своей уверенностью в индустрию, потом в компанию, потом в себя. Ну, для этого, конечно, нужно посещать события компании. Это самое такое мощное воздействие имеет. Да, читать книги, общаться с людьми. Ну, понятно, что пользоваться продуктом компании, чтобы получить личный результат – это самое первое, наверное. Вот такие вот трудности были у меня. А, Сергей, вот вы затронули тем, что нужно научать себя, да? А почему у вас научил сетевой бизнес? Какие качества у вас развил еще больше или какие-то, может быть, новые привнес? Ой, это очень обширная тема. Я благодарен, на самом деле, сетевому бизнесу за, прежде всего, за самообучение и за то понимание, потому что я, ну, только в сетевом бизнесе начал осознавать, что нужно брать стопроцентную ответственность за свою жизнь в свои руки. Да, и у меня мышление было такое, ну, наемного рабочего, да, о том, что мне кто-то что-то должен, о том, что я такой классный, вот вы мне должны платить деньги, я работаю в ночном клубе, если вы не можете мне платить такие деньги, я поменяю работу. Да, и это мышление обычного наемного человека, который не берет на себя ответственность за что-то другое, то есть в рамках своей работы и все. Действительно, когда я был барменом, были времена, допустим, у нас в Украине зарплата бармена была порядка 300 долларов в среднем, но мне и моему напарнику платили 100 долларов за один выход только. Да, то есть мы работали два дня в неделю, это были выходные, и нам платили по 100 долларов за выход, и мы не брали на себя там какую-то огромную ответственность, мы просто качественно работали и красиво. Когда меня приглашали, я был, в принципе, по разным городам и странам, я даже на Камчатке бар запускал, то есть я был успешным барменом, барменеджером, меня приглашали запустить заведение, сделать бар, сделать какой-то, может быть, перезапуск, может быть, антикризисный какой-то менеджмент и так далее. И вот сетевой маркетинг действительно помог мне открыть предпринимателя в себе. Это не быстрый процесс, это длительный процесс, но больше всего благодарен я, прежде всего, за это. А вот, Сергей, посоветуйте, пожалуйста, нашим новичкам, с чего им начать сейчас работу, потому что многие остаются без спонсоров и вообще не понимают, в каком направлении двигаться дальше. Конечно, все индивидуально, но самое первое, если вы, конечно, в нормальной компании, потому что очень сейчас, особенно у нас в Украине, в кризисное время всегда процветают различные мошеннические структуры, и сетевой маркетинг просто окружает очень много всяких завуалированных финансовых пирамид, хайпов и буксов и так далее, по-разному их называют, но суть одна и та же. Поэтому, если вы в нормальной компании, я понимаю, что здесь очень много критериев, но если у вас есть нормальный продукт востребованный, если компания уже на рынке, ну, скажем так, не первый год, да, желательно, чтобы она проработала хотя бы там 7-8 лет, лучше 10, чтобы компания состояла в ассоциации прямых продаж, желательно в той стране в том числе. Да, если вы работаете в России, то она входила бы в российскую ассоциацию. Вот, но это все индивидуально. Ну, а что посоветовать, если вы в нормальной компании? Ну, прежде всего начать пользоваться продукцией. Это банально, но вы знаете, многие новички этого не делают. Они саботируют себя, обманывают самого себя, они думают, что они смогут не пользоваться продукцией компании и они смогут преуспеть. Нет, все начинается с себя. Второе, конечно же, разобраться в этой индустрии как можно быстрее, да, то есть прочитать несколько книг базовых. Это может быть, допустим, ваш первый год в сетевом маркетинге Марка Ярнелла, да, или может быть «Десять уроков на салфетках», или может быть у Роберта Киасаки есть хорошая книга, бизнес 21 века, да, вот она одна из предпоследних. В принципе, это даст вам определенное видение, уверенность в компании. Ну, и, конечно, начать действовать. Для этого вам нужен спонсор. Я не приветствую, когда новички начинают сами действовать, потому что, как правило, это очень, ну, быстро заканчивается их бизнес. Это уже со своего опыта. Поэтому очень важно, чтобы первые встречи, первые звонки, стартовый тренинг провел вам спонсор, ваш активный спонсор. Если его нет в вашем городе, свяжитесь с ним по телефону, скайпе и поговорите. Потому что очень многие, ну, скажем так, они и сами еще ничего толком не сделали, и они пытаются уже учить. И зачастую выпадают с бизнеса и они, и их партнеры. Инициатива, конечно, это здорово, но нужно работать с профессионалами. Вот это очень важно. Полностью согласна. А, Сергей, давайте вместе вернемся в тот день, когда вы только подписывали контракт с компанией, с первой и со второй. Что бы вы тогда самому себе, как новичку, посоветовали бы? Ну, прежде всего, я бы посоветовал себе не тянуть резину, а действовать сразу же. Да, потому что я, ну, и как и многие другие, надолго откладывал первые действия. Я очень долго собирался что-то делать. Второе, что бы я посоветовал, да, первое действовать сразу. Второе, что бы я посоветовал намного серьезнее отнестись к своему списку контактов. Я имею в виду теплому списку. Потому что, что я вижу, сейчас многие люди, даже не только новички, они, ну, в таких вот облаках, что ли, летают. Они думают, что я построю бизнес с холодными, да, то есть с незнакомыми. А потом приду к своим знакомым, и вот тут вот я уже такой красавчик на Мерседесе и с большим чеком. На самом деле это иллюзия, это обман самого себя, потому что, ну, неплохо в книге Рэнди Гейджа написано, что если вы так думаете, то значит, вы еще не поняли этот бизнес. Да, это значит, что вы сами не верите. Но подумайте сами, если действительно вы нашли что-то стоящее, что-то классное, ну, кому в первую очередь вы расскажете? Неужели незнакомым людям? Конечно, нет. Вы своим близким, родным расскажете. Поэтому для начала нужно отнестись серьезно к своему теплому списку, потому что это самый важный список. Конечно, научиться как можно скорее расширять этот список. У нас, допустим, есть много инструментов для этого, и они очень хорошо работают. Что еще могу сказать? Важно также прописывать полностью все свои цели. Важно визуализировать, важно видение определенное иметь. Вот то, чего вначале у меня не было, это меня здорово тормозило. Потому что, ну, я всегда думал, что карта мечты или альбом желаний, по-разному называют их, это что-то, ну, очень несерьезное, и, в принципе, оно мне не надо. Но на самом деле это нужная вещь, и это работает, и это проверено уже много лет, не только в нашем бизнесе, а и во спорте. И вот четкие записанные цели, и самое главное – отчет. Вот, да, то есть у нас сейчас есть, в нашей команде есть планировщик, каждый месяц мы его заполняем, и мы отчитываемся. У меня такой планировщик висит на холодильнике, и там у меня полностью есть количество встреч, количество звонков, количество данных тестовых наборов, сколько билетов на мероприятие я продал, да, на бизнес-день или на семинар. И вот этот отчет сам перед собой, он очень важен, то есть это своего рода дисциплинирует. Ну, вот такие советы могу дать. А, Сергей, вот что сейчас для вас MLM, и что вы находитесь для себя самого ценного и важного в вашем бизнесе? Для меня сейчас MLM, вы знаете, это возможность не то, что самому преуспеть, а, наверное, помочь людям. И я понимаю, что мне намного больше приятно за своих партнеров, чем за свои успехи. Знаете, когда вы ставите цель какую-то, вот это вот состояние, когда ты к ней идешь, оно тебя прям жжет, да, ты волнуешься, тебя это мотивирует, но потом, когда ты ее достигаешь, эту цель, ты понимаешь, что, в принципе, ты мог быть быстрее, да, и, в принципе, не такая уж эта и большая цель, да, и в этот момент тебе нужно ставить следующую цель и идти к ней. И вот этот вот путь, он, наверное, самый такой интересный, я считаю. И поэтому наша жизнь вообще – это путь, процесс, и нужно научиться получать кайф от этого процесса. И сейчас я больше кайфую от того, что мои партнеры выходят на сцену, они достигают новых результатов, они благодарят в том числе и меня с моей женой, нашу спонсорскую линию. И вот мне кажется, для меня сетевой маркетинг сейчас – это возможность помочь большому количеству людей. И самое главное, что, вы знаете, очень много, у нас многие партнеры хотят найти какую-то золотую жилу, подписать какого-то предпринимателя или там суперсетевика с командой или что-то еще. Мне кажется, на каком-то этапе эти все мысли уходят, и ты понимаешь, что твой бизнес зависит только от тебя. Абсолютно не зависит от тех людей, которые приходят в твою команду, и ты просто должен… Это тупо бизнес статистики. Ты должен научиться подписывать каждый месяц троих людей в первую линию. Все. Люди в любом случае найдутся сильные, найдутся те, которые будут то же самое делать. Потому что сегодня пришел предприниматель, все классно, но он точно так же через полгода может уйти. Или тот же человек с опытом в сетевом бизнесе. Но может быть сегодня пришла домохозяйка или какой-то там наемный рабочий, бармен обычный, но он не уйдет через полгода. Может быть, у него не будет результата через полгода, но он с тобой останется на 5, на 7, на 10 лет. И благодаря ему тебе в команду придет большое количество людей. Поэтому вот я сейчас смотрю на сетевой маркетинг-татк. Это возможность дать большому количеству обычных, простых людей. Это возможность улучшить свою жизнь. Вот это для меня сетевой маркетинг. Сергей, а есть ли у вас критерии лидерства для ваших партнеров? Я уверена, что у вас много лидеров в команде, и вы уже такой состоявшийся лидер. А вот критерии, по которым вы понимаете, что этот партнер лидер или пока еще нет? Я думаю, в каждой компании есть, наверное, свои критерии. Это ключевой человек, как правило, или люди с обязательствами. По-разному их называют. Для меня самый главный критерий – это инициатива. Если человек проявляет инициативу, если он сам звонит, если он сам берет на себя какую-то ответственность, то для меня он уже автоматом попадает, скажем так, в этот мой ключевой круг. Да, может быть, у него еще не получается делать личный оборот нужный. Может, у него не получается еще проводить такое количество презентаций, такое количество встреч с людьми, но он этого хочет, он развивается, он готов обучаться. Для меня это уже человек, который достойен внимания. И прежде всего это люди, которые отвечают за свои слова. Но это ответственность. Очень много людей, которые, я не знаю, в последнее время все больше их. Меня это иногда цепляет как мужчину, как так люди говорят и не отвечают за свои слова. Может быть, я по-другому воспитан, но мне кажется, вот ключевой человек – это тот человек, который отвечает за свои слова. Если у него действительно не получается, он об этом скажет. Да, это все в мелочах, но эти мелочи очень важны. Как сказал один умный человек, нет мелочей, есть вещи, которым мы недостаточно удаляем внимания. Вот так вот. Ну да, согласна. Сергей, а как вы сейчас строите работу, да, и поделитесь, пожалуйста, основными пунктами, по которым вы работаете, то есть основные моменты вашей системы работы? Я не открою никому Америку, да, я ничего сейчас волшебного не скажу. Часто люди ищут какие-то волшебные методики, волшебные какие-то, я не знаю, странички захвата делают, рассылку, видеоблоги ведут и так далее. Это все, конечно, здорово, это все работает, но, как правило, это работает для небольшого количества людей, которые уже имеют результат. Да, и я имею в виду работу в интернете, видеоблогинг и так далее. На самом деле обычная стандартная работа – это человек, когда подключается, начинает пользоваться продукцией, мы его регистрируем, он проходит у нас тренинг, есть 10 шагов, да, это простые шаги, которые с заданиями, да, которые он должен выполнить, прослушать там аудиоурок, выполнить шаги с заданиями. Затем мы с ним встречаемся, мы проводим стартовый тренинг, где мы ставим определенные цели, его цели, расписываем, планируем. Ну, у нас есть четкая статистика, мы, ну, мы примерно понимаем, в зависимости от уровня дохода человека, да, допустим, человек хочет зарабатывать, ну, мы в Украине живем, пусть, да, 20 тысяч гривен, допустим, через год с нашего бизнеса. Мы понимаем, какое количество людей в первую линию ему нужно подключить за это время, да, и мы понимаем, какое количество работы нужно сделать, сколько звонков нужно сделать, сколько встреч, сколько людей должно быть на мероприятии с ним. И вот согласно этому плану мы расписываем его индивидуальную работу, потому что все разные. Кто-то может работать на выходных, кто-то может работать в будни или после работы. И мы, конечно же, работаем в основном вживую, мы проводим встречи живые, мы приглашаем людей на мероприятия. Да, у нас, конечно, есть система онлайн работы, у нас есть вебинары, у нас есть, ну, лидеры, скажем так, ведут. У меня тоже есть свой видеоблог и свой блог. Это работает, и ко мне большое количество людей пришло из интернета. Но, поверьте, новичкам я это не рекомендую делать, потому что очень много людей, начиная с этого, они даже если добиваются какого-то результата, этот результат, как правило, очень нестабильный и очень быстро это все рушится. Поэтому, если вы хотите работать в интернете, то самое, ну, по моему мнению, самое правильное, это когда вы работаете на земле и демонстрируете это в интернет. Да, благодаря соцсетям не нужно делать для этого какие-то вложения, там, я не знаю, открывать блоги, делать рассылки, страницы захвата. Достаточно того, что у вас есть основные соцсети, это ВКонтакте, Фейсбук, может быть, Одноклассникам, кому-то нравятся Одноклассники, и вы демонстрируете свою работу. Например, сегодня провел встречу, сегодня там у меня заказали какой-то продукт, вот у нас на мероприятии столько-то людей. Конечно, нужно интересно это делать. Если вы только начинаете бизнес, не стоит выкладывать какие-то результаты, там, других партнеров. Вот у нас есть автопрограмма в компании, многие новички в первый же день они сфотографируются с машиной или в машине и пишут статусы кричащие. Если хочешь заработать, там, 10 тысяч долларов, плюс получить машину, звони, пиши, это все не работает, это все только отпугивает ваших близких, знакомых. Поэтому у нас есть четкая школа, как работать в соцсетях, вот, есть отдельные тренинги, которые мы, конечно, новичкам рекомендуем сразу же, чтобы они не делали таких ошибок. Вот, но основная база – это, конечно, работа вживую, а в интернете – это уже для людей, которые получили результат на земле. Вот. Сергей, большое спасибо, что раскрыли некоторые тайны своей работы. А, Сергей, вот наверняка за вашей спиной уже много поставленных, да, и уверенно выполненных целей. Поделитесь, какие цели вы сейчас ставите перед собой на ближайшие 5 лет? Да, на самом деле очень много целей уже. Я даже когда-то был на одном мероприятии, и, ну, было задание написать 100 целей. Я написал всего лишь 50 или 51, и это был 2012 год, и этот блокнот, я просто, ну, он у меня затерялся. И буквально где-то год назад я был, ну, скажем так, я проводил семинар в Виннице, и я нашел этот блокнот случайно и открыл эти цели. И вы знаете, я прям начал читать людям в зале некоторые из них, и я понял, что 80% из этого сбылось. Это были банальные вещи, потому что 100 целей написать за 15 минут может, ну, единица людей. Это очень нелегко. Но попробуйте, я вам рекомендую, потренируйте свою мышцу мозга, да, но с другой стороны, я понял, что уже большое количество целей сбылось, там, допустим, купить фотоаппарат, купить, там, закрыть, там, определенный уровень, привезти количество людей такое-то на семинар, помочь, там, родителям, там, построить что-то, ну и так далее. То есть какие-то банальные мелкие вещи, это все действительно сбылось, ну, 80%. Что мы получили, да, с бизнесом? Ну, у нас появился еще один автомобиль в семье, да. Я не могу сказать, что прям я об этом мечтал и очень сильно хотел, но учитывая, что я и моя супруга Виктория водят машину, и у нас есть маленький ребенок, это очень удобно. Да, автомобиль, кроме этого, еще стал, ну, определенным инструментом, да, потому что, ну, многие люди, которые за нами наблюдали, они увидели, что у нас появился автомобиль, и у них появились какие-то вопросы, им интерес вызвало это. Да, мы немножко поменяли свой уровень жизни, да, потому что я не могу сказать, что мы там стали зарабатывать значительно больше, там, во много раз. Нет, но мы можем позволить себе те вещи, которые раньше не позволяли. Да, тот отдых, то качество, тот уровень жизни. Конечно, много целей еще впереди. Мы планируем построить дом, загородный большой дом, это моя большая цель. Да, и я очень, ну, скажем так, у меня прописано уже, что и какой дом я хочу видеть. Главная цель, это, конечно, я хочу подключить в первую, ну, хочу вырастить в первой линии у себя 12 лидеров, это 12 человек, которые сделают тот результат, ну, о котором я сейчас говорю, да, у них будут и автомобили, и хорошие доходы, и это люди, с которыми мы будем отдыхать, путешествовать вместе. Вот основная цель – 12 человек в первой линии. Вот, я понимаю, что это все время, да, нужно работать над этим, есть план, не всегда он совпадает, приходится корректировать, потому что если бы было все по плану, то я бы уже имел совсем другую квалификацию сейчас, но нужно корректировать, иногда мы ленимся, я себя на этом часто ловлю. Все мы люди, всем нам нужно себя как-то мотивировать. Ну, конечно, я хочу еще помочь очень большому количеству людей, у меня есть цель, я хочу написать книгу, книгу по сетевому маркетингу, да, и хочу более серьезно заняться своим блогом, потому что, опять же, с дисциплиной проблемы, не всегда получается его писать. Вот, но это вопрос дисциплины и на будущее, это не так сложно. Ну, вот, собственно, вот так, такие цели. Сергей, нам большое спасибо, что согласились принять участие в нашем проекте, что поделились своим видением, да, ведением бизнеса, своей историей прихода в MLM. Я желаю вам, чтобы в вашей команде как можно быстрее появились 12 и даже больше лидеров, да, и успешных партнеров, которые будут идти вместе с вами по карьерной лестнице, и желаю, чтобы вы собирались вместе с ними в вашем загородном доме, который будет, я уверена, скоро построен. Спасибо, Татьяна. Очень приятно. Мне приятно, что я смог быть кому-то полезен своей историей, потому что такие истории, как правило, они удерживают нас в бизнесе, да. Я помню себя, когда я, ну, выпадал уже, можно сказать, с этого бизнеса, да, когда я понимал, что, ну, вот, все, скорее всего, я не буду этим заниматься, то благодаря историям, которые я слушал в машине, слушал где-то в пути, я понимал, что у всех сложности и нужно идти дальше. У вас правильный проект, я желаю вам большого количества подписчиков, большого количества слушателей, и чтобы у вас забывались все ваши цели, которые вы перед собой ставите. Спасибо большое. Большое спасибо, Сергей, за обратную связь. Дорогие слушатели, напоминаю вам, что сегодня со мной на связи был топ-лидер компании LR Сергей Мартынец. Обязательно подписывайтесь на новости нашей группы ВКонтакте и получайте идеи для роста от наших лидеров. А с вами на связи была Татьяна Юрова и проект «Путь. От новичка до топ-лидер». Продолжение следует...